приветствую вас дорогие братья и сестры мы всегда рады общаться на библейском портале экзегет рассматривать какие-то трудные места священного писания или только кажущиеся трудными отвечать на ваши вопросы и сегодня вот и многие кстати спрашивают собственно говоря это шестой псалом шестой стих и по-славянски он звучит так я конец в смерти поминая тебе ваде же кто исповедца тебе то есть по-русски там сказано ибо смерти нет памятования тебе да кто будет в аду исповедовать тебя то есть речь идет здесь вот как святые отцы толкуют о том что в аду если душа согрешившего человека вот тут упоминается смерть это смерть греховная человек который жил в смертных грехах он потерял божью благодать он удалился от бога и вот он выходит из тела и грехи его как камни тяжелые влекут его в ад и вот там невозможно исповедоваться то есть нет исповедания пред богом а почему так ведь разве же не душа царица мыслей чувств разве покаяние не является делом всецело духовным то есть которое внутри нас совершается наше сокрушение наше сердечное раскаяние пред богом да наше даже такое волевое изменение а чисто внешние проявления вот как говорят ну это просто вот такие внешние действия там какие-то поклоны положил поплакал слезы пролил разве это вот не внешне более важно внутреннее но вот братья сестры не все так просто потому что человек сотворен был все-таки как душа и тело и поэтому его духовное дело делание должно быть цельным душевно телесным то есть вот ты не просто душа ты тело поэтому мы когда молимся мы не только сердечно возносим какие-то обращения к богу но мы осеняем себя крестным знаменем поклоняемся пред богом мы идем своими ножками в храм да там присутствуем тоже те тело наше участвует утруждаются и вот к спасению призвана вся душа вот если добродетели христианин совершал в своем теле то он в конечном итоге и спасется вместо с вместе с теле с телом а если кто-то грешил вместе с телом тот и погибнет вместе с телом поначалу душа вот выходит из грешного тела отправляется туда где стон плача рыдания а тело простите она гниет где-то там гробу в земле и такому человеку скорбь и теснота вот как говорил апостол павел потому что он делал злое а дело в том что человек создан вообще как существо развивающиеся это все верно но для развития важны свои сроки если ты опоздал на поезд то как ты успеешь попасть туда куда ты приобретал билет вот некоторые говорят что можно у меня там бог в душе да вот самое главное в душе а внешне неважно но если ты опоздал на поезд то как ты сядешь на поезд ну ты можешь свое воображение сесть но на самом деле ты так и останешься на этой станции там и застрянешь поэтому пока ты в теле пока ты не опоздал еще на поезд то вот в теле и спасайся. После смерти невозможно покрестить, невозможно пособоровать. После смерти никто не исповедует тебя, никто не возложит на тебя и Петрахиль, не прочитает разрешительной молитвы. После смерти никто не приобщит тебя к святых христовых тайн. Поэтому блажен тот, кто вовремя, в сроке успел покреститься, пособороваться, поисповедоваться, покаяться, причаститься к святых христовых тайн. И вот это вот начало, положенное во время земной жизни, оно и продолжается в жизнь вечную, то есть все надо делать в сроки, вовремя ходить в школу, а если ты дожил, скажем, до 20 лет, не научился грамоте, то каково это обучаться потом, да, чему ты-то научишься, но вовсе не так, как тот, кто пошел обучаться вовремя, как все, вот в 7 лет идут в школу, постигают грамоту, если ты, имея музыкальные дарования, вовремя не стал обучаться музыке, то ты упустил момент и уже не станешь, явно не станешь музыкантом, хотя чему-то, может быть, по своим дарованиям ты все же научишься, то есть во всем и всегда нужно знать свой срок и успевать вовремя, вовремя рождать детей, если ты, допустим, какая-то вот женщина, которая любила в молодости гулять, жить для своего удовольствия, а потом уже после 40 лет вдруг начинаешь переживать, почему у меня нет детей, да, никак вот не могу зачать, ну, собственно говоря, может быть, и зачинала, доделала аборты, так вот все надо делать вовремя, рождать детей, воспитывать детей, а не оставлять их где-нибудь там в роддоме через 20 лет вспоминать, вот найду-ка я там своего ребеночка, которого оставил, не тот родитель, который родил, да, а тот отец и мать, которые воспитали ребенка, то есть все надо делать вовремя, вовремя рождать, вовремя воспитывать, вовремя крестить, вовремя освобождаться от грехов, и если ты не успел, то ты просто-напросто опоздал, вот один знакомый священник, отец Андрей Алексеев, протерей Андрей Алексеев, он рассказал про своих там прихожан, вот было два брата, оба такие интеллектуальные, образованные, но один из них, он верующий, он ходил в храм, исповедовался, причащался, а его брат, в принципе, он не возражал против церкви, он даже не возражал против того, что надо бы когда-то покреститься, но ему все время было некогда, и он вел там какую-то научную работу, деятельность, так как время поначалу было советское, да, то их не крестили, это вот уже вторая половина 20 века, а потом Советский Союз рухнул, но он там, то диссертации, то какие-то научные доклады, конференции, и ему брат все время говорил, Сеня, ты только не опоздай, вот только не опоздай, он говорит, ну да, да, вот надо и о душе подумать, и вот был и собрался уже пойти в храм, но тут опять куда-то там зовут, какая-то вот срочная конференция, надо доклады готовить, там еще чего-то, общественная деятельность, и потом вдруг раз, сердечный приступ, он теряет сознание, его в больницу помещают, там операцию, и не спасли, он умер, и вот брат его уже находится в квартире, видит бездыханное тело своего почившего родного брата, переживает, и вот сел на стул, и как будто погрузился в какой-то тонкий сон, и вдруг видит, как подходит к нему его брат и говорит, «Миша, я опоздал», говорит таким грустным, печальным голосом, и он очнулся, и понимает, что произошла вот эта страшная трагедия, что ты, данный тебе от Бога время, не успел употребить для того, для чего оно и было тебе дано, вот в чем вся суть. Поэтому напрасно думать, что если здесь ты расточил всю свою жизнь, если вот тебе дана была такая тетрадочка, да, допустим, 18 листов, она чистая, белая, а ты всю ее исчеркал от начала до конца, и потом ты в том мире вдруг оказываешься этой исчерканной жизнью, и наивно будешь думать, будто тебе дадут еще точно такую же тетрадь, так ты и ту, следующую, точно так же исчеркаешь. Напрасно обманывают себя люди, которые всю жизнь прожили в блуде, никогда не каялись, и под смертью, допустим, такой человек теряет какую-либо, ну, уже естественную способность под самую старостью, он теряет естественную способность к интимному общению, и он напрасно думает, будто бы он победил свою страсть. Он всю жизнь был подчинен этой страсти, плотской страсти, просто в нем угасла сама плоть, и он не вышел в ней победителем в этой схватке с духом блуда. И дай ему еще опять новую, так сказать, молодую плоть, он опять побежит на свое блудилище, он также будет растрачивать себя, прибавь ему еще 100 или 200 лет, омолоди его, и он опять будет жить блудно, распутно, и вот представьте, что таким людям, допустим, бесконечно продлевать срок их жизни, как это было у первых допотопных людей, которые жили по 800-900 лет, вот какими монстрами греха они становились, так что потом в итоге покаяние оказывалось невозможным, пришлось стирать с лица земли весь этот допотопный мир. Вовремя нужно обучаться благочестию, вовремя нужно очищать свое сердце, вовремя нужно возделывать добрые мысли, вот как говорил об этом преподобный Паисий Святогорец, что возделывай в себе добрые мысли, а если заметил какую-то злую мысль, тут же посекай ее молитвой пред Богом, говори, Боже, очисти меня грешного, то есть тут же кайси, тут же отгораживается от всего злого, а когда ты уже в аду, то ты не можешь себе помочь сам, а почему? Да потому что ты уже не можешь явить плодов покаяния, плоды покаяния возможно явить, пока ты находишься в теле. Вот если ты прознословил всю свою жизнь, если ты всю жизнь матерился, а потом расстался с телом и сидя там в пламени гиенском, уже об этом сокрушаешься, сожалеешь, то как ты явишь плоды покаяния? Для этого нужно быть в теле, чтобы показать, что ты уже не сквернословишь, твоя речь чиста, и язык твой словословит Бога, вместо того, чтобы повторять всякую там нечистоту. Если ты блудил, то как явить плоды покаяния? Плоды покаяния можно явить только через воздержанную, через чистую, целомудренную жизнь, но для этого опять-таки надо тело, а из тела душа уже восхищена. То есть покаяние – это не просто сокрушение внутреннее, это не просто переживание о грехе, а это еще и исправление жизни. Но жизнь исправлять, возможно, пока ты находишься в теле, а когда ты из тела уже восхищен, то вот в чем Господь тебя застал, в том и будет тебя судить. Вот как об этом пишет апостол Павел в послании к евреям, человекам положено однажды умереть, а потом суд. То есть это не обсуждается. Вот дана одна жизнь, она стремится вперед. И в этом стремлении вперед мы что-то нарабатываем, какой-то опыт жизненный. Тот, кто постоянно посвящает себя греху, всякой нечистоте и скверне, тот нарабатывает опыт греха, и это становится его второй натурой, как бы качество. Ну, то же самое, когда, допустим, вам глину, из которой вот что-то вылепить. И один может из этой глины вылепить прекрасный сосуд, а другой нечто безобразное, какую-то безобразную фигурку вылепит, сделает, и потом вот все это обжигается, и вот что получилось. И вот смерть, она фиксирует жизненный опыт и то, что уже наработала душа за время земной жизни. И потом уже суд. Все. Что в тебе есть? К чему ты склонился? Что ты посеял в своей душе? И, кстати, апостол Павел, он немножко поясняет, он говорит, что как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. То есть однажды принесена жертва Христова за грехи человечества. Однажды не спосылается Святой Дух, однажды совершается таинство крещения. И дальше уже либо ты следуешь за Богом, либо живешь припеваючи, а потом оказываешь похищен из нашего мира превратности, и там уже обнаруживается то, что вот есть на самом деле. И еще, братья и сестры, добавлю, что вот Святой Феофан Затворник, он об этом говорил. Почему невозможно такой какой-то резкий скачок, что здесь ты жил грехованно, Бог тебе был не нужен, а там вдруг ты раскаялся, так сказать, раз, и как будто тут же в рай. Потому что такие вот перепады, они возможны здесь, где царствует наше грубое земное время. Время – это постоянное изменение, процесс изменений. И у нас здесь и мысли то так, то этак, и мы действительно, вот как действительно горшечник, который ваяет что-то из глины, и что-то там вот искривится что-то, и пока еще не поставили в обжиг, для обжига в печь не поставили, то еще можно что-то исправить, потому что идет изменение вот этой глины, этого сосуда из сырой глины. А когда уже, так сказать, вот на обжиг поставили, то все, схватывается в том виде, в котором есть, и все изъяны, они тут же оказываются налицо. И вот наша земная жизнь – это такое переменчивое время, где может, вот он только-только, допустим, был убийцей, но так раскаивался, что начал жить очень чистой, благочестивой жизнью, что даже святые становились прежней убийцей. Преподобный Моисей Мурин, допустим, Варлам Керецкий, ну и другие, ряд других святых, тот же благоразумный разбойник. А в том уже мире, там нет вот этого времени. Как святой Феофан затворник говорит, там вот как первая минута началась, так она и не окончилась. И вот с чем ты перешел в тот мир, с тем ты там и остался. То есть, чему ты положил начало, то там остается и развивается. Вот если ты положил там начало доброму такому совершенствованию, то там добрый и будет в тебе бесконечно развиваться. А если ты положил начало злому, и злое стало преобладать, то оно и будет в тебе там прогрессировать и мучить тебя. Чем дальше, тем больше будет мучить. А наш мир здесь, это мир таких перемен. И покуда есть эти перемены, то можно покаяться. Можно вместо каких-то злых дел творить добрые дела. И еще очень важный момент, что наш мир – это мир искушений. И вот пока идут искушения, мы можем делать свой добровольный выбор. Хочу быть с Богом, да, или вот с дьяволом. А там уже все. Там ты про… Перед уже очевидностью обнаруживается, что да, вот оно, небесное царство, вот Господь. Это уже некая очевидность. Наглядно все это. Но как ты докажешь, что ты действительно хотел бы быть с Богом, если отведенный тебе срок жизни внутри вот этих испытаний, искушений ты провел все время в бегстве от Бога? Поэтому важно дорожить тем моментом, который отведен, и пока дается нам возможность меняться, и пока мы в теле, нам дается возможность менять нашу жизнь. Вот этим моментом постараемся пользоваться для нашего спасения. При этом, братья и сестры, все-таки уточню, что действительно душа, когда выходит из тела, в ней остаются все ее чувства, все способности мысли. И раскаяние действительно в ней тоже может проявляться. Вот это мы видим из притчи о богаче и нищем Лазаре, где вот спаситель, помните, рассказывает он эту притчу, где Лазарь, нищий, беспрестанно страдал, мучился, и за это Господь его возносит на лоно Аврамова, где он уже приобщается к такому райскому покою. А богач, который всю жизнь пиршествовал, не проявлял никакого милосердия, попадает в ад, и написано, что вот он там страдает, он понимает, что ему плохо. Он даже в каком-то смысле молится, он говорит, видит Лазаря, Лазаря, вот этого нищего, который спасен, и говорит, «Отче Аврааме, умилосердись, умилосердись надо мной», да, то есть в каком-то смысле, как бы такая покаянная, раскаянная молитва, но он не может уже явить плодов покаяния, потому что он вышел из тела, он не может уже накормить нищего, он не может уже жить воздержанно, он всю жизнь чревоугодничал. А когда вышел из тела, как он докажет, что он не чревоугодник? Все, все ставки сделаны, чему ты посвятил себя, то и есть, и это обнаруживается. Поэтому Авраам и говорит, что между нами и вами огромная пропасть, так что хотящие оттуда выйти, к нам не переходят, так же, как и от нас, к вам тоже не переходят. То есть тот, кто в раю, он не может не извергнуться в ад, а тот, кто в аду, даже если он раскаивается, это позднее запоздалое раскаяние, он сам не может выйти из ада. Но, в общем-то, он может быть вымолен, если так вот говорить, согласно учению церкви, он не может сам, своими силами, своим желанием выйти из ада, достичь райского царства. Но мы знаем, что Христос сходил в ад, выводил раскаившихся грешников, и мы знаем, что церковь может вымаливать тех, кто находится в аду. И сохранился вот такой вероисповедный документ, это послание восточных патриархов от начала XVIII века, где сказано так, что церковь исповедует, что те, кто жили добродетельно, творили дела добра, милосердия, активно, в общем, вели благочестивую христианскую жизнь, они попадают в рай, а те, которые грешили, те, которые, так сказать, для кого Бог был не нужен, они однозначно в ад, но и те христиане, те христиане, которые, в общем-то, старались ходить в храм, молились, но не особенно-то побеждали свои грехи, то есть каялись, грешили, опять каялись, опять грешили, и вот вся жизнь у них прошла, в общем, так, как вот у нас, на самом деле она проходит, что мы то грешим, то каемся, и не всегда спешим так вот побеждать самих себя, и вот согласно вот этому вероисповедному документу, послании восточных патриархов, души таких людей попадают именно в ад, но их можно вымолить молитвами родных, молитвами близких людей, и сама церковь, которая поминает всех от века почивших православных христиан, она тоже может вымаливать этих людей, и для них это является огромным духовным уроком, что оказывается, вот ты, находясь в аду, уже сам себе помочь не можешь, ты не можешь себя сам спасти, сам вымолить, и это урок, просто вот такой стопроцентный урок абсолютного смирения, когда в рай ты можешь попасть только по молитвам других людей, не сам по себе, вот часто мы этим и погрешаем, что вот я сам по себе, я вот помолился, я попросил, а вот тут нет, получается, что только церковь, только кто-то, только те, которые еще живут на земле, могут тебя вымаливать, и может быть вот за счет смирения такой души окончательного, и за счет молитв в церкви, она попадает в рай, ибо в раю могут жить только смиренные, а если поместить в рай гордецов, то рай превратится в ад, если поместить в рай тех, которые всю жизнь жили блудно, гордо, которые издевались над ближними, которые потребительством увлекались и жили только для себя, то представьте вам, что превратится такой рай, что их неисправленных, их с их развращенными душами помещают в рай, и они станут просто как новые дьяволы, которые все там испоганят, и опять будут низвергнуты вниз. Поэтому суд окончательный, он вполне понятен, он отвечает тому, что человек сам стяжал внутри самого себя, и нам от нас требуется это не пропустить отпущенные нам сроки, потому что все можно совершать только вовремя. Если ты опоздаешь на поезд, то ты не успеешь. По большому счету Господь наш Иисус Христос, Он же все нам сказал. И вот притча о десяти девах, да, где пять были мудры, потому что они вовремя набрали елей в светильники свои, а пять оказались неразумными, глупыми оказались. Почему? Потому что светильники-то у них есть, а светильники пустые, отведенное время для приобретения елея, они проспали, они остались ни с чем. И вот то же самое бывает и у нас, когда мы всю свою жизнь тратим не пойми на что, начинают как раз вот с мыслей, с чувств, с времени, которое отведено нам для спасения душ. И в итоге человек сам понимает, что он просто-напросто загубил и израсходовал свою жизнь в никуда. Я еще вот что вспоминаю, когда посещал тюрьму в свое время и общался с заключенными. Вот те, кто в заключении, они достаточно быстро начинают вроде бы обращаться к Богу, задумываться о себе. Они там вот когда в стесненных обстоятельствах, да, действительно у них и раскаяние у кого-то появляется какое-то, и они начинают переживать, что вот нет свободы. И там они молятся даже, некоторые очень духовно преуспевают, но достаточно дать им свободу, как 90% из них очень быстро скатываются к прежней преступной жизни. Очень быстро начинают пить, развращаться, потом начинают совершать какие-то преступления. То есть свобода для таких людей является еще дополнительным искушением, а получается так, что темница и тюрьма – это то, что для них более свойственно, потому что так лучше им. И в конечном итоге, может быть, оказаться и так, что и ад – это тоже в каком-то смысле как вот такая вот тюрьма, потому что человек не умеет правильно пользоваться своей свободой. Поэтому дана тебе сейчас свобода, учись правильно ею пользоваться. Свобода не для того, чтобы разрушить самого себя. Свобода для того, чтобы обрести вечное счастье. А вечное счастье, оно только с Богом и в Боге. Поэтому есть у тебя сейчас вот жизнь, есть сейчас время. Вот сейчас и обращайся к Господу с искренней сердечной молитвой. «Боже, очисти меня грешного, Господи, прости меня и спаси мою душу грешную». Дана тебе сейчас жизнь. Сейчас и старайся по-доброму выстраивать отношения с ближними. Не лукаво поступать в отношениях других. Не наговаривать, не завидовать, не обманывать. Есть семья, созидай семью. Потому что многие, кто разрушили семью, потом начинают говорить о том, какое это великое сокровище, но ты уже остался без семьи. То есть все старайся делать вовремя, в сроки. Потому что для этого и отведена наша жизнь земная, чтобы мы все успели выполнить сроки и перешли в тот мир подготовленными. И последнее, что, наверное, стоит сказать, это то, что не стоит отчаиваться, когда мы понимаем, что человек, допустим, вел какую-то явно неблагочестивую жизнь, потому что, может быть, когда-то он проявил кому-то милосердие, а Спаситель говорил, блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Да, он жил не как святой, не как благочестивый христианин, но ради его милосердия кому-то Господь может его помиловать. Более того, святитель Иоанн Златоуст говорит, что мы сами можем творить милостыню започивших наших родственников, знакомых, близких людей. То есть им, может быть, не хватило самим дел милосердия, и они не могут о себе ходатайствовать. Но мы, у нас-то есть руки еще, у нас есть нечто вещественное, и мы можем сейчас это выразить в конкретных добрых делах. То есть какое-то милосердие, какую-то милостыню подать в память о почивших близких нам людях, и эта милостыня будет во спасение их душ. Как говорил святой Иоанн Златоуст, тот же Иоанн, он говорил, что милостыня в память почивших иногда даже сильнее, чем молитва, потому что молитва – это просто какие-то наши внутренние воздыхания. А для Бога важно, чтобы мы делом проявляли добро, чтобы добро не просто где-то там в сердце внутри было запрятано, а чтобы оно реально в жизни проявлялось. А жизнь наша какая? Это не какие-то мысленные фантазии, а это реально наш мир, в который мы помещены и душой, и телом. Это люди, которых мы видим, вот к людям обращайся с добрым словом, людям делай добро, поддержи неимущего, тот, кто скорбит, ты его утешай, проси других молиться за твоих почивших родственников, сам активно и благотвори, и пожертвуй что-то, и в храме закажи поминания. И вот мы знаем священники, вот нам часто прихожане рассказывают, как, ну, не то, что может быть часто, но время от времени бывает такое, что, допустим, был какой-нибудь крещеный у них родственник, и вот он вел не очень такую церковную жизнь, да, но душа о нем болит, потому что родные любят этого человека, и тогда в течение 40 дней очень усиленные какие-то моления, молитвы, даже иногда обеты люди приносят ради того, чтобы помочь почившему родному или близкому человеку какое-то милосердие оказывается. И потом действительно бывали случаи, когда на 40-й день он там как-то вот, ну, в сонном видении, допустим, приоткрывалось, что участь его стала намного лучше, если до этого его видели там в каком-то пламени, да, он там по шею в этом пламени, потом проходило время, он там, допустим, уже только по грудь, потом по пояс, потом полностью уже освобожден. То есть Господь все это принимает, и сам тот человек очень смиряется. Почему? Потому что себя он сам спасти не может, и оказывает, что его вечная участь уже зависит от молитв других людей. И для него это тоже урок смирения. Но в целом мы, конечно, принимаем вот это вот Слово Божие о том, что человекам положено однажды умереть, потом суд. И исходя из этого, постараемся, братья и сестры, вести все-таки сейчас очень внимательную, бдительную жизнь, чтобы не попасть нам в ад, потому что тот, кто в аду, он уже не сможет сам исповедоваться. И лучше этого заранее избегать. Ад и так переполнен, а вот райских обителей много, да живущих там мало, так говорил кто-то из святых. Поэтому постараемся все-таки сейчас в своих сердцах устраивать райские обители путем молитвы, путем делания добра, чтобы эти райские обители были естественны для нашей души, когда мы выйдем из тела, а тот, кто делал злок, он просто вот по самому качеству своей души не сможет там жить. Дай нам, Господь, всем бдительности, бодрствования, трезвого такого образа жизни, чтобы быть нам и здесь, и после выхода из тела вместе с Господом. Ему честь и поклонение всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.